Я всех рад приветствовать на открытом занятии по истории, посвященной подготовке к единому государственному экзамену. Насколько вы видите, тема наша сегодняшняя – это «Смутное время». Пытаемся разобраться с основными ее участниками, событиями, посмотреть, что из себя представляет это «Смутное время». Надеюсь, вам это будет интересно и полезно. Но для начала давайте, в общем-то, познакомимся с вами. Меня зовут Евгений Жуков. Я являюсь преподавателем истории в онлайн-школе учебы.ру. Я сейчас обучаюсь в аспирантуре РУДН. Закончил историческую магистратуру там с отличием. Занимаюсь подготовкой ребят к экзамену по истории уже более шести лет. Мои выпускники хорошо и замечательно отлично сдают экзамены. Средний балл учеников 85. И, в принципе, сегодня как раз я хотел бы с вами обсудить одну из исторических тем. В данном случае эта тема «Смутное время». Давайте быстренько с вами сориентируемся в истории, когда происходило это самое «Смутное время». Поскольку мы сейчас начали не от Рюрика, а сразу кинулись в самую середину, нам необходимо определиться с хронологией. Итак, в чате вы можете отвечать на мои вопросы, которые я вам буду задавать по ходу нашего с вами совместного урока. И, в принципе, сейчас тогда я как раз и хочу вас спросить, при каком правителе началось «Смутное время»? Ребята, вы можете писать ответы в чате. Так, так, и появились первые версии, вижу, от Марии, при Федоре Ивановиче. Еще будут версии. Так, ну что, тогда давайте. Так, при Иване Четвертом Грозном. Такая версия есть. Будет ли еще версия или нет? Ну, хорошо, если будет, я ее увижу. Итак, в принципе, почти. Вот, стоит сразу сказать, что «Смутное время» началось не совсем, ни при Федоре Ивановиче, ни при Иване Четвертом Грозном точно. Оно началось немного позднее. Вот, связано оно с правлением Бориса Годунова. Вот, сейчас это чуть-чуть подробнее разберем. Вот, но мы, в принципе, с вами определили, да, во времени, что это начало, самое начало 17 века. Так вот, «Смутное время» – это такой период в истории нашей страны, который подразумевает серьезные государственные проблемы. Отсутствие четкой государственной власти, постоянные походы, набеги и всеобщую разруху, да, угроза с точки зрения иностранных государств, которые пытаются лишить русское царство своей независимости. И вот эта вот вся неразбериха, да, точнее, даже какой-то кавардак, да, который фактически привел, мог привести к уничтожению государства, он имеет за собой большое количество причин. Вот, причины эти очень-очень разные, да, но ко всем ним необходимо обратить непосредственное внимание. Первое, конечно же, это хозяйственная разруха. И вот тут я как раз адресуюсь к версии Элизе. Причина хозяйственной разрухи, ее чаще всего, скажем так, адресуют к Иоанну IV Грозному, который провел не очень удачную политику опричнины, вследствие чего огромное количество людей пострадало, было репрессировано, перемещалось по территории России, и бежало со своих земель, и вследствие чего большие участки земли, да, пришли в хозяйственный упадок. Перестали выращивать какие-то сельскохозяйственные культуры, заниматься земледелием. И это поспособствовало, конечно же, падению уровня хозяйства во всей стране. Это первая причина, мы можем ее отметить, она часто называется такой вот хозяйственной разрухой, да, или порухой, которая датируется приблизительно 70-ми, 80-ми годами XVI века, да, как раз вот во время, да, и чуть-чуть уже после правления Иоанна Грозного. Вторая причина, она более такая персональная и заключается в том, что закончилась династия Рюриковичей. Она пресеклась на смерти последних прямых наследников детях Иоанна IV Грозного. Соответственно, умер при странных, невыясненных обстоятельствах царевич Дмитрий и умер бездетным Федор Иоаннович, да, старший сын Иоанна Грозного. Таким образом, отсутствие правителя, да, которому бы по традиции перешла власть, оно привело, конечно же, к государственной неразберихе, спорам, каким-то боярским заговорам и так далее, и так далее. То, что, в общем, не очень хорошо сказывается на жизнедеятельности государства. Так, и вот как раз-таки, исходя из этого, мы сразу выявляем, да, следующую причину – это борьба боярских группировок. Поскольку бояре – это все очень знатные и очень родовитые люди, зачастую имеющие родственные связи с теми же самыми Рюриковичами, вот, они, конечно же, по-своему пытаются претендовать на царский престол, да, посадить своего, не то чтобы ставленника, да, но своего родственника, да, попытаться захватить государственную власть и прочее, прочее, прочее. Да, то есть, это, конечно же, приводит к борьбе элит внутри государства, которые тоже никакой пользы для спокойствия мира не несет. И последней такой, скажем, не по значению, да, причине, очень-очень глобальной, конечно же, является социальный кризис, который привел, скажем так, который произошел по достаточно такой жесткой политике в отношении большого количества населения, да, большинства крестьян. Соответственно, если мы помним, да, то при Иоанне IV Грозном в 1581 году были введены заповедные элита, вот, и в 1597 году при Федоре Ивановиче были введены урочные элита. Сейчас, в принципе, давайте с вами проверим, кто помнит вообще, что это такое, да, чем заповедные элита отличаются от урочных. Напишите, пожалуйста, в чате, вот, если кто-то из вас помнит. Так. Я понимаю, их все всегда путают, их сложно запомнить, но если вдруг есть какие-то мысли. Так, Лиза, заповедные элита, запрет на выход в Юрьев день. Так, хорошо, а урочные? Так. Что из себя представляют урочные элита? Ну, фактически, да, конечно, это определенный промежуток времени, в который осуществлялся поиск беглых крестьян. Да, соответственно, он имеет в разные временные промежутки разный размер, да, там, начиная с пяти лет, там, до пятнадцати. Вот. Но сам факт, да, абсолютно правильный. Соответственно, большое количество социальных, экономических и политических проблем, он, конечно же, приводит к, ну, почти, зовем это массовой истерии, а точнее, массовому расстройству. Вот. Связано, конечно же, это с правлением Бориса Гудунова. Борис Гудунов оказался фигурой на русском престоле достаточно интересной, в некотором смысле прогрессивной, но, скажем так, весьма-весьма неудачливой. Ко всему комплексу тех проблем, которые мы с вами сейчас рассмотрели, в начале 17 века произошло глобальное такое экологическое событие, как мощное извержение вулкана. Это мощное извержение вулкана привело к тому, что среднегодовая температура по всей планете понизилась буквально на один градус. Это привело к тому, что хозяйство и такое, скажем, сложное земледелие, которое велось на территории вот центральной Европы, поскольку климатически здесь вести, ну, земледельческие работы очень сложно, и так, скажем, непросто, да, они пришли в упадок. И начался серьезнейший голод. Голод людьми того времени, которые зачастую или в большинстве своем обладали сознанием религиозным, он, конечно же, имеет определенные символы. Поскольку голод, как кара, является таким распространенным явлением в Библии, то понятное дело, что данному голоду были приписаны определенные религиозные смыслы. И это все в таком вот интересном, ну, скажем так, месиве, да, в сознании людей превратилось в мысль о том, что Борис Гуднов не является настоящим правителем. То есть все беды, которые происходят с людьми, и в том числе как раз-таки голод, они, по сути дела, от того, что Борис Гуднов не настоящий царь. Он занимает престол не по праву своему, да, поскольку он не является Рюриковичем. И фактически с вот этой вот мысли, да, начинается подготовка вот этого самого смутного времени. Если есть ненастоящий царь, то где-то должен быть царь настоящий. И, соответственно, появляется такой персонаж, как Григорий Отрепьев, он же Лжедмитрий I, который выдает себя за чудом спасшегося, да, царя Дмитрия Иоанновича, соответственно, царевича, да, даже, царевича Дмитрия Иоанновича, чудом спасшегося, вот, оказывается, не умершего, не погибшего, вот, в детстве, а где-то сокрытого, скитавшегося и так далее, и так далее. Вот, истинного наследника, да, сына Ивана Грозного. Соответственно, появляется он в 1603 году в соседнем государстве Польша, да, или, как мы ее еще называем, Речь Посполитая. Соответственно, Лжедмитрий I, будучи человеком политически активным и весьма ушлым, он начинает собирать вокруг себя подмогу для того, чтобы якобы вернуть себе царский престол. Понятное дело, что один в поле не воин, вот, махать мечом здорово, но против целого государства один не пойдешь, поэтому он заручается поддержкой. И поддержкой он, конечно же, заручается среди бояр, боярской и польской знати, которую мы еще именуем Шляхта. И, конечно же, просят помощи у польского короля Сигизмунда III. Однако Сигизмунд поддерживает его весьма хитро, объявляя, скажем, этот поход добровольческим. Да, то есть, кто хочет, тот идет. А мы здесь политически как бы ни при чем. Хотя, на самом деле, он тайно сговаривает с Лжедмитрием I, о том, что помощь действительно будет оказана, но при этом, и при этом все, Лжедмитрий I обязуется, когда займет русский престол, отплатить Сигизмунду в ответ. Соответственно, он пообещал смоленские земли, часть северских земель, и поспособствовать распространению католичества на территории православного русского государства. Соответственно, заручившись такой, ну, скажем, серьезной поддержкой, однако, кстати, изначально не очень многочисленный, Лжедмитрий I начинает свой поход в 1604 году. И сейчас по новой принятой периодизации именно 1604 год считается началом смутного времени. Соответственно, отвечая на вопрос, который я сам же вам задал, да, в начале урока, смутное время связано с правлением Бориса Годунова и начинается в 1604 году. Когда оно закончится, в общем, мы с вами узнаем уже в конце, в конце нашего с вами открытого урока. Так вот, Лжедмитрий вместе с небольшим польским отрядом вступает на территорию российского государства и получает, как говорится, по голове, но не сдается. Вот, он преодолевает первые неудачи и двигается в сторону Москвы по тем территориям, которые наиболее недовольны правлением Бориса Годунова. И из недовольных, как раз-таки населявших тогда беглых крестьян, которые, как бы это интереснее сказать, оказачивались, то есть становились казаками, он набирает себе большое количество сторонников. И после того, как раз, когда он набрал себе достаточно большое количество войска, он двинулся в сторону Москвы. И в марте 1605 года происходит знаменательная битва под Кромами, когда войска Бориса Годунова переходят на сторону Лжедмитрия I. И все. После этого, как говорится, Григорию Отрепьеву путь в Москву открыт. Случайным и неизвестным образом в столице погибает Борис Годунов, оставляя после себя наследника, по идее того, кто должен был занять престол, почти совершеннолетнего сына Федора Борисовича. Федор Борисович тоже недолго живет. Как говорится, очень жалко, но времена были достаточно жесткие, и он тоже умирает при достаточно странных обстоятельствах. И после этого Лжедмитрий входит в Москву в 1605 году и занимает столицу. Соответственно, проходит все нормальные юридические по тогдашним меркам мероприятия. Он венчан на трон, становится полноправным правителем, занимает руководящие должности. Однако ведет он себя очень и очень странно. Во-первых, странно по отношению к своему помощнику Сигизмунду III. Он не стремится выполнять никаких обещаний. Это первое. А во-вторых, странно по отношению к жившим в Москве людям. Соответственно, у него нет... Вот, кстати, Мария написала, у него нет царских привычек. Он совершенно не знаком с царским распорядком дня, с царским этикетом. Он западничает, то есть пытается перенять какие-то западные привычки. Он ходит без сопровождения. Он вообще ведет себя не как царь. Это что его очень сильно выдает. Во-вторых, он не выполняет никаких действий для того, чтобы заручиться поддержкой со стороны московского боярства. То есть, как говорится, ни вашим, ни нашим. Ни полякам, ни русским. И также он не делает ничего хорошего для того большинства, который его поддержал. Потому что, по сути дела, Лжедмитрий должен был стать такой фигурой спасителя. Тех невинных и угнетенных, которые населяют всю территорию государства. Поскольку их коснулись все эти несправедливости в виде урочных и заповедных лет. Они думали, что вот придет настоящий царь и, в общем-то, всем хлеба, всем свободы. Но так не произошло. И Лжедмитрий I получаются фигурой, который ни от кого не получил поддержки. Он и сам не постарался получить поддержки. И в каком-то смысле такой последней каплей становится вообще венчание на католичке. Одной из знатных девушек из числа польской как раз-таки шляхты Марине Мнишек. Мнишек – это один из тех людей, которые очень здорово финансово поддержали. Лжедмитрия I. И вот он женится на католичке. Все, край, как говорится, тебе, Лжедмитрий, делать здесь больше нечего. И организуется заговор. Заговор организуется таким очень интересным персонажем, как Василий Шуйский. Василий Шуйский – представитель точно такого же, очень знатного боярского рода, который находится в Москве. Чем интересна данная фигура? Он руководит восстанием, в ходе которого Лжедмитрия I убивают. И самый, конечно, любимый, я думаю, всех эпизодов в истории – это что Лжедмитрия I… Лжедмитрия I убивают, и чисто символически его прах засовывают в пушку, и из этой пушки выстреливают в сторону Польши, провожая его в ту сторону, откуда он, в общем-то, и явился. Заговор, возглавляемый Василием Шуйским, таким образом удачен. Марина Манишек действительно со своим сыном бежит из столицы, и Шуйский становится новым царем. Однако царь этот, как говорится, не простой, а очень выгодный. Для того, чтобы, скажем так, закрепиться на своем месте, он подписывает, ну, скажем такую, я думаю, известную, если вы помните, да, известную вам крестоцеловальную запись, после чего Василия Шуйского именуют боярским царем. В чем особенность этой крестоцеловальной записи? Он, по сути дела, принимает обязательства перед боярами, то есть, если раньше царь был обязан, ну, в общем-то, править государством только перед богом, да, то есть он больше ни перед кем не отвечал, вот, как говорится, есть бог, да, там, святые, есть царь, все, больше, как бы, ему не перед кем отвечать, он единоличный правитель, то Василий Шуйский, он, в общем-то, такая фигура достаточно интересная, которая попыталась принять на себя ответственность. Вот, соответственно, он начинает править, есть еще социальные группировки, которые не принимают его как правителя, это, в общем-то, говорит о том, что смутное время еще продолжается, и самое главное, что начинается такой вот новый виток смутного времени, это активные социальные восстания, и, конечно же, это крупнейшее восстание того времени, восстание Ивана Болотникова, вот, которое происходит в 1606-1607 годах. Восстание Ивана Болотникова, одно из первых, да, такое, одно из крупнейших восстаний, которые происходят в 17 веке, оно положит начало вот этой вот череде социальных волнений, вследствие чего 17 век войдет в историю как бунтажный век, да, и 17-й, ну, он так и будет часто называться. Так вот, восстав и двинувшись к столице, войско Ивана Болотникова столкнулось с серьезной проблемой, это, конечно же, определенная несобранность, социальная разобщенность, что, в общем-то, приведет к неудаче, да, вследствие чего Ивана Болотникова возьмут царские войска и казнят. Однако же, во время самого вот этого восстания, понятное дело, что не было ясно, да, на чьей стране окажется фортуна, кто победит. И Василий Шуйский, чтобы заручиться еще большим количеством поддержки среди боярства, он, конечно же, идет на еще большее такое социальное закрепощение и в 1607 году вводит 15-летний срок сыска беглых крестьян, да, то есть урочные лета, они увеличиваются, чем самым он получает поддержку боярства, соответственно, это и финансы, и войска, и уже 10 октября 1607 года восставшие сложили, да, оружие, впустили в свой лагерь войска с надеждой на то, что их помилуют, и это, в общем-то, надежды не оправдались, Ивана Болотникова захватили и казнили, зачинщиков в восстании тоже с ними серьезнейшим образом расправились, ну, в общем, все по всем правилам до того времени. Соответственно, узнав о том, что в России происходят вот такие вот серьезные социальные движения, да, Болотников прошел очень длинный путь, от Путивли до Москвы, а потом от Москвы до своего лагеря, до Калуги и до Тулы, да, Польша заинтересовалась, да, данными событиями и отправила своего очередного ставленника на помощь Болотникову для того, чтобы он как-то, ну, скажем так, помог этому бунтарю, да, низвергнуть законную власть. И на помощь Болотникову отправляется Лжедмитрий II. Однако, он не успевает объединить, да, свои собственные войска и Болотникова разгромляет, а сам Лжедмитрий II доходит до подмосковного села Тушино и оседает там. А это место имеет важное историческое значение, потому что фактически в России становятся две столицы. Это Тушино подмосковное, да, и сама Москва. Там находятся две администрации, у каждого есть свой патриарх, у каждого есть свой земский собор, у каждого есть своя армия и так далее, и так далее. Лжедмитрий II фигура менее самостоятельная, очень управляемая, за что он, в принципе, был прозван Тушинским вором. На этот момент, кстати, достаточно часто встречается в историческом экзамене. Вот, соответственно, Тушинский вор сидит у себя в лагере в своем любимом Подмосковье, и периодически совершаются различные военные столкновения. Уже в 1610 году Василия Шуйского свергают с престола по причине того, что Бояр не устраивает положение в государстве, им необходима какая-то четкая определенность, поэтому Василия Шуйского смещают и отправляют, как говорится, на пенсию куда-то там на ферму. Вот, и в столице занимает место определенная боярская группировка, которую мы называем Семибоярщина. Семибоярщина это, в общем-то, производная от вполне логичного названия от Семибояр. Соответственно, семь главных боярских родов захватывают, да, как получается, захватывают власть и пытаются понять, что им, в общем-то, необходимо сделать для того, чтобы разрулить, да, фактически вот эту ситуацию, которая сложилась в государстве. Почему они так резко запаниковали, что даже свергли законно избранного царя Василия Шуйского? Ну, во-первых, большое количество восстаний привело к тому, что Василий Шуйский, он начал с этими восстаниями бороться, как бы это было ни странно. И своего родственника, да, Скопина Шуйского, он назначает командующим, который достаточно удачно, двигаясь по территории страны, быстренько-быстренько все эти восстания подавляет. Однако, помочь, ну, скажем так, помощь Скопину Шуйскому была нужна, и Василий Шуйский идет на сговор со Швецией о том, что они выделяют свой военный корпус, который приходит под командование Скопина Шуйского и помогает, так скажем, выместь всех недовольных из страны. когда Скопин Шуйский вместе со шведами отправляется гулять по России и мочить всех недовольных, польский король Сигизмунд, он решает сделать ход конем. Поскольку между Польшей и Швецией тогда была династическая война, вот это событие, связанное с помощью шведов России воспринимается как совместная агрессия против Польши. Они же вступают в союз, логично, соответственно, и война идет против России в том числе. И Сигизмунд Третий в этот раз уже ничего не стыдясь и не скрываясь, выдвигает свои войска и отправляет их двигаться в сторону столицы. Осаждая, конечно же, интересные ему территории, в первую очередь страдает Смоленск, который всегда, будучи пограничным городом, постоянно терпел различные нападения, и в этот раз он героически оборонялся, 20 месяцев Смоленск держал осаду, однако впоследствии все-таки был взят польскими войсками. После того, как Скопин-Шуйский узнал об осаде Смоленска, он двинулся к ним на помощь, однако в походе внезапно погиб и на его место пришел другой командующий, менее талантливый, менее умный, и войска начали терять, терпеть поражение. Шведы, видя, что как-то все положение худше и худше, и зарплату не выплачивают, они уходят из русского лагеря, отправляются к себе домой, а потом впоследствии еще и начинают свою собственную интервенцию для того, чтобы, скажем так, отхватить себе хороший кусок. И вместе с польской интервенцией, которая начинается в 1609 году, начинается шведская интервенция в 1610 году, когда захватывают северные территории и, конечно, самое обидное, это захват территории Карелы на севере и захвата Новгорода. Таким образом, государство находится вообще в серьезном положении. Поэтому семья боярщина приходит к выводу о том, что необходимо с Сигизмундом Третьим как-то договориться и призывает на царство сына Сигизмунда Третьего королевича Владислава при определенных условиях, что Владислав принимает православие, Владислав дружит со всеми боярами, правит совместно с ними, особо головы не показывает и в общем находится здесь как такой удобный правитель. Сигизмунд Третий на это в общем-то соглашается, имея скажем такую фигу в кармане, считая, что Россия и так уже слаба и соответственно соглашаться на какие-то условия ему не хочется. и он соглашается так сказать официально на то, что Владислав займет престол, однако интервенция все продолжается и продолжается. Соответственно, Семи боярщины, видя, что Сигизмун Третий не идет на какую-то мировую, они расторгают с ним договор, однако польские войска все постепенно проникают на территорию России и занимают Москву. После того, как столица была занята поляками и, по их мнению, ждет законного правителя Сигизмунда, российское государство находится в очень и очень серьезном кризисе. И для того, чтобы спасти себя, начинает формироваться ополчение, народное ополчение для того, чтобы освободить Москву. Первое ополчение было собрано в Рязани, состояло из большого количества людей, разного социального статуса, за счет чего там произошли некоторые разногласия, поскольку там находились как казаки, как простые люди, так и бояре, которые имели совершенно разные интересы. Бояре хотели установить вот это несправедливое социальное положение, крестьяне, конечно же, этой самой несправедливости не желали. В итоге внутри первого ополчения случился разлад, некоторые из его организаторов были убиты другими организаторами, и оно распалось, находясь приблизительно недалеко от Москвы, вот в этом ближайшем Подмосковье. И уже в конце 1611 года начинает формироваться второе ополчение, оно формируется в Нижнем Новгороде под предводительством новгородского старосты купца Кузьмы Минина, который начинает организовывать вокруг себя порядочную бюрократическую структуру, которая собирает деньгу, налог имеется ввиду, который выплачивает воинам зарплату и, понятное дело, пытается соблюсти хоть какой-то порядок во всей этой анархии. И туда приглашают Дмитрия Пожарского, князя, который должен был повести это самое ополчение на Москву и ее освободить. Что, в общем-то, как раз и происходит в 1612 году. Второе ополчение действует очень-очень удачно и, как раз-таки, двигаясь по такой интересной траектории от Нижнего Новгорода до Москвы, впитывает в себя вот эти остатки первого русского ополчения и выгоняет поляков из столицы. Что, в общем-то, как раз и происходит 26 октября 1612 года. После этого считается, что Москва была освобождена. Ну и, соответственно, необходимо было решить главную кризисную причину всего вот этого бардака. Это отсутствие главной центральной власти. И для этого собирается в очередной раз Земский собор в 1613 году, в котором необходимо было принять решение, кто опять будет царем. Соответственно, происходят выборы. Там имеют свое место различные махинации, подтасовки, люди, которые выкрикивали имена. В общем, в 1613 году престол занимает Михаил Романов, 16-летний паренек из знатного рода Романовых, который имеет непосредственную династическую связь с Рюриковичами. И таким образом происходит мир, радуга ромашки. Казалось бы, но это не совсем так. Юному царю, конечно же, необходимо было установить сильную власть для того, чтобы закончить все вот эти бесчинства и беспорядки. И именно поэтому, я думаю, хронология смутного времени сдвинулась с 1613 года. Раньше считалось, что смутное время закончилось на этом. Но теперь по новым историческим стандартам смута продолжается за 1613 год. Соответственно, почему? Потому что избрание на царство еще не гарантирует спокойствие внутри этого самого царства. Ну и, в общем-то, Михаил Федорович занимается установлением этого самого спокойствия. После того, как он был избран, он начинает заниматься ликвидацией последствий интервенции. И, в общем, в целом занимается этим достаточно успешно. он устраняет различные отряды казаков, которые не принимают ее власть, в том числе отряды казаков Зарудского. Их по всем правилам того времени здорово и весело убивают. Потом, конечно же, охота на... Ладно, охота, такое интересное слово, конечно. Идет поиск людей, которые являются якобы тоже претендентами на престол. Соответственно, ищут потомка Лжедмитрия Второго, так называемого Варенка. Марина Мнишек тоже, которая считается якобы законной правительницей, отправляет куда подальше блок-колон, для того, чтобы она особо сильно не светила. Соответственно, после того, как внутри государства в принципе более-менее порядок навели, необходимо было разрулить отношения с интервентами, которые вели себя в принципе достаточно дерзко, считая, что власть в России слаба. Соответственно, с Швецией в 1617 году заключили Столбовский мир. Этот Столбовский мир предполагал, что вот те территории, которые шведы сами захватили, они в принципе им и отошли, потому что сил и какой-то военной мощи на то, чтобы их вернуть назад, не было. Самое главное достижение, что удалось все-таки вернуть Новгород. Вот Новгород не был потерян, однако были потерянные все прибрежные земли, которые находились на берегу Балтийского моря. Там Ивангород, Карелы и прочие. Вот это побережье Финского залива. И до Петра I в принципе это направление не будет тронуто для того, чтобы его вернуть. Соответственно, был еще один самый главный смутьян, это, конечно же, речь посполитая в лице Владислава, который на тот момент занял уже польский королевский трон. И в 1617-1618 годах начинает свой да, началось в 5, то бишь 40 минут назад. Вот. И начинает свой поход на Москву. Поход был отбит, он был отбит весьма удачно, Владиславу не удалось захватить столицу, и недалеко от Москвы было заключено Диулинское перемирие в 1618-ом, после чего Речи Посполитой отошли в восточные, вру, западные, западно-русские земли, в том числе и Смоленск. Вот. И после этого Владислав вернулся назад в Польшу. И вот 1618-й год подсписание Диулинского перемирия считается окончанием смутного времени в России, из-за чего как раз-таки окончилась прямая интервенция. Видите, да, вот смысл этой даты, что не просто с приходом нового царя к власти закончилась смута, а именно с окончания интервенции, да, то есть с прекращением военных событий, которые наводили смуту в государстве. Вот. Такой интересный каламбурчик. Ну и в принципе, да, давайте мы с вами этот момент немножечко закрепим, да, для того, чтобы у вас это в голове немножко отложилось. Давайте попробуем порешать задачи, да, которые в принципе могут быть на ЕГЭ в 2022 году. Соответственно, это, конечно же, задачи с картами. Вот, посмотрите, обратите внимание на карту, вот, и подумайте над ответом на вопрос. Соответственно, если что, пишите в чат, что-то спрашивайте, вот, я буду объяснять, но не подсказывать. Так, нам дополнительно все присоединяется и присоединяются ребята, однако, однако, вот, к концу занятия сложно вникнуть в его суть. так, назовите, русского царя, про ленинг которого разразился страшный голос, ставший одной из причин событий, изображенных на схеме. Так, ну, смотрите, если я назову период, о котором сейчас здесь идет речь, то, понятное дело, я в некоторое вроде подскажу, но это, конечно же, тема нашего сегодняшнего занятия. Соответственно, Мария выдает свою определенную версию. Давайте еще несколько человек дождемся. с другой стороны, если вы согласны с вариантом Марии, то можете просто плюсики ставить и говорить о том, что все правильно, все хорошо. Ну, нет, нет, конечно же, конечно же, это Борис Годунов. Именно при нем разразился страшный голод, который стал главной причиной начала смутного времени. Лжедмитрий уже, конечно, является фигурой чуть более попозже, появившейся, нежели чем голод. Так, напишите прозвище Самозванца, которое он получил из-за того, что расположил свой лагерь в подмосковном селе, обозначенном цифрой 2. И вот как раз-таки мы видим, да, Москва. И внимание, обращаем на карту, по цифрке 2 обозначено село рядом с Москвой. Так, Мария сразу выдала свой вариант. Лиза тоже. Очень приятно, что вы включились в работу. вот, это в общем-то означает, что обратная связь есть. Вы на нее пошли, спасибо. Так, опять же, пока больше никаких версий нет, я подозреваю, что все остальные согласны, и это, в принципе, верно. Действительно, в подмосковном селе, да, у нас находится лагерь, да, Лжедмитрия Второго, то бишь, это Тушина, и его прозвище Тушинский вор. Абсолютно правильно. И вот такое вот задание, оно наиболее сложное, связанное с работой с картой, и оно последнее по работе с картой, конкретно вот этой. Сложность нового экзамена заключается в том, что пропало указание правильного количества верных ответов. И вот здесь это единственное, кстати, нет, не единственное, один из немногих случаев, когда вот это подсказка, она, конечно же, имела определенное значение, то есть можно было методом исключения, выбрав наиболее очевидные варианты, исключительно менее очевидные, или явно ошибочные. Сейчас это, к сожалению, перестало быть возможным. Пропала такая возможность ориентироваться на количество верных ответов. Так было радостно ребятам, сдававшим ЕГЭ в прошлом году. Это было серьезнейшим преимуществом на экзамене, в отличие от экзамена по обществознанию, но теперь пришли, видимо, к тому, что надо делать эту позицию более универсальной и исключить возможность вычитать правильные ответы из неправильных. Так, Влада дала свой вариант. Хорошо. Да, вижу. Смотрите, есть определенная ошибка, которую вы допустили, и ошибка это связано с тем, что были перепутаны два Новгорода, Великий и Нижний. Если мы с вами обратимся еще раз к тому моменту, что Кузьма-Минин был купцом Нижегородским, то мы увидим, что Нижний Новгород, он находится не под цифрой четыре, а он находится под цифрой три. Как раз таки стрелочки, вот эти черные жирные двигающиеся вверх по Волге от Нижнего Новгорода, они как раз таки показывают движение вот этого второго ополчения. А по цифре четыре как раз таки скрывается Великий Новгород. Великий Новгород был захвачен шведами. Соответственно, правильный вариант ответа три, четыре, пять. Следствием событий, изображенных на схеме, стала утрата России за штрихованной на схеме территорий. Как я рассказывал чуть ранее, по мирным договорам 17-18 годов Россия потеряла северные территории, которые отошли к Швеции, Карелла, Ивангород и прибрежные территории Финского Залива. А заштрихованные горизонтальной чертой территории Северских земель и Смоленска были потеряны в отношении Польши. Соответственно, правильно, три, четыре, пять. Немножко другая карта. Нет, Нижний Новгород есть на карте Лиза. Обратите, пожалуйста, внимание, он находится вниз по Волге. От него как раз таки начинаются стрелочки. Это город, который находится тоже на Волге, вот, недалеко от Костромы. У этого города на гербе есть медведь, который держит секиру. Мария замечательна. Да, это абсолютно верно, это Ярославль. Не знаю, какая моя подсказка сработала из-за всего того, что я перечислил. Но в целом, да, конечно, это Ярославль. Вот такой вопрос. Это замечательно. Это здорово. Назовите короля иностранного государства, действия войск которого обозначены стрелками, подписанными в логере цифры 5. Соответственно, в логере, в легенде схемы цифры 5. Соответственно, мы опускаем глазки в легенду схемы или легенда карты ее еще называется, находим обозначение по цифре 5 и видим, что это жирные полые стрелочки, то есть не заштрихованные вот такие вот. Соответственно, нам необходимо посмотреть на них и предположить, что это за король. Опять же, формулировка задания предполагает, что нас просят назвать короля, то есть обычно это назовите имя, то есть необходимо указать имя без порядкового номера. Поскольку данное задание заполняется на первом бланке ЕГЭ и предполагает проверку компьютером, то необходимо точно написать ответ в соответствии с заданием, то есть в соответствии с тем, что от вас просят. Соответственно, обращайте всегда внимание на такие вещи в ЕГЭ. если вы, например, напишите ответ неверно, то есть по форме неверно, то придется потерять баллы, и это будет очень обидно. на самом деле это не совсем так, это был поход еще его отца, это был поход Сигизмунда, поскольку как раз он проходил через Смоленска, и вот здесь была осада Смоленска. Остановились войска, в том числе под Клушино, там Сигизмунд был, скажем так, там войска Сигизмунда были остановлены и дошли до Москвы. А если мы с вами вспомним про Владислава, поход Владислава на Москву, то как раз Владислав даже и до Москвы не дошел. И вот такой последний вопрос, считается один из сложных по вот этой последней карте. Продолжение следует... здесь формулировки достаточно длинные, поэтому пятая и шестая позиции не поместились на одном слайде, поэтому не удивляйтесь, что здесь их всего четыре. Я просто жду, когда с данного слайда вы соберете правильные ответы, и мы перейдем к следующему слайду. вот нет, Лиза, не согласен. Первая не подходит, потому что данными стрелочками обозначается поход Лжедмитрия Первого, и вот как раз-таки Лжедмитрий Первый, он не был прозван Тушинским вором. Да, Мария согласен. С цифркой 2 согласен. Ну что, давайте откроем еще два варианта. Да, циферка 6 согласен. Получается, нам здесь не хватает еще одного варианта, и это как раз-таки цифра под номером 3. Цифра под номером 2 на схеме обозначена село Диулино. И как раз вот оно, село Диулино в 1618 году, где был заключен мирный договор с Польшей для, ну, с целью прекращения интервенции в 1618 год. Вот здесь как раз-таки отмечен год даже на карте, да, и как раз подписано, что здесь заключен мирный договор. Это тот самый, то самое Диулино, да, где был заключен Диулинский мирный договор. Ну, и, соответственно, правильный вариант ответа 2, 3, 6. И вот такие вот еще новые задания, они слегка изменились, связаны с заданием с изобразительными материалами, да, анализ с иллюстративного материала. Вам необходимо ответить на вопрос открыто, то есть написать его самостоятельно от руки во второй уже бланк. Вот, ответ необходимо обосновать. Ну, да, Смоленска обороняли 20 месяцев. Ну, восстание это не совсем то слово, которое нам нужно. Ополчение, вот, которыми командовали Минин и Пожарский. Соответственно, правильный вариант ответа здесь будет звучать следующим образом. Название исторического периода «Смутное время». Используя изображение, приведите одно любое обоснование вашего ответа. На данном изображении мы видим памятник, который посвящен Минину и Пожарскому, являющимися участниками второго ополчения. Соответственно, это герои «Смутного времени». Все. Вот так будет выглядеть правильный ответ на 14-е задание. А вот 15-е задание выглядит вот так. Оно не очень простое. Вот. С другой стороны, может быть, даже не очень сложное для кого-то. вопрос состоит из двух частей. В первой части необходимо указать правильный номер памятника, который был создан в том же веке. здесь чуть-чуть некорректная формулировка вопроса. Не что и памятник, изображенный выше, а что и события, которые произошли, посвященные памятникам выше. Соответственно, нам здесь нужно найти архитектурное сооружение, которое было построено в 17-м веке. В 17-м веке. Нет, Мария, это Успенский собор. Он был построен при Иване III. И не колокольня Ивана Великого. Это храм под цифрой 4. Это храм под цифрой 4. Он был построен в самом-самом конце 17-го века. Называется церковь Покрова в Филях. И необходимо отметить, что это за архитектурный стиль. Прямо буквально у нас на это минутка нашего с вами времени есть. Если версии нет, то ставьте прочерк. Я сам отвечу на данный вопрос. Нет версий. Итак, в конце 17-го века появляется на территории нашей с вами страны такой архитектурный стиль, как барокко. Немножко, но поскольку шатровый был наиболее поздним, но шатровый это как раз таки цифра 3. а 4 это все-таки барокко и его такая разновидность как московская барокко. Поскольку было построено в имении Нарышкинских, то еще иногда оно именуется Нарышкинская барокко. Ну что, в принципе, это на сегодня все. был рад с вами пообщаться, повзаимодействовать. Спасибо за то, что присутствовали на открытом занятии. Спасибо за участие. Надеюсь, оно было вам интересно, полезно. Евгений, спасибо вам большое за проведение открытого урока. Ребята, спасибо большое, что пришли. Вы можете зайти на страницу онлайн-школы подготовки к ЕГЭ учебы.ру и посмотреть информацию о всех программах, которые предлагает наша школа, и записаться на консультацию. Приходите на занятия Евгения по истории в нашу школу. Спасибо всем большое. До свидания. Да, всем до свидания.